Ровно три года назад в должности губернатора Тверской области вступил Игорь Руденя. За это время в регионе произошли изменения в социальной инфраструктуре. Начался активный ремонт дорог, введены новые меры поддержки семьи с детьми. Обо всех переменах расскажем в сюжете Натальи Чекет. Одной из главных тем на встречах губернатора с жителями муниципальных образований была тема дорог. Бюджет Дорожного фонда Тверской области за три года увеличился втрое и составил в этом году почти 11 миллиардов рублей. Сформированы региональные стандарты ремонта и содержания дорог. В область пришел качественный и долговечный московский асфальт. На каждый этап работ проверяется наша лаборатория. Сотрудники почти ежедневно выезжают на объект, отбирают образцы узкого ложного покрытия и проверяют их в нашей лаборатории. Большую поддержку получили муниципальные образования, где магистральные улицы не ремонтировались годами. Приводятся в порядок школьные маршруты, дороги, ведущие к туристическим объектам и инвестиционным площадкам. Также 3 июля запустили движение по участку скоростной магистрали М11 протяженностью 53 километра в Конаковском и Калининском районах. Данный участок строился и будет в последующем эксплуатироваться по долгосрочному инвестиционному соглашению. Предполагается, что это как раз тот образец контракта жизненного цикла, который мы должны внедрять повсеместно. Предполагается, что вот этот построенный участок будет в последующем и содержаться ответственными исполнителями. Еще одной вехой стало развитие социальной инфраструктуры. В Твери и области строятся новые школы и детские сады. Так, 2 сентября в новое здание учебного заведения отправились ученики школы номер 50. Школу мы ждали. Микрорайон новый, строящийся. С каждым годом первоклассников приходят все больше и больше в нашу школу. Поэтому, конечно, новая школа была нужна. И когда мы узнали, что это счастье досталось нам, мы не представляете, сколько было радости. Возвращаются к жизни и забытые долгострои, например, школа в Степурино, которую торжественно открыли еще зимой прошлого года. Началась программа капитального ремонта центральных районных больниц. Планируется открытие детской поликлиники в Твери и микрорайоне Южный. А также начало строительства нового здания детской областной клинической больницы. Поддержка семьи и детства – ключевое направление демографической политики Верхневолжья. Количество многодетных семей за прошедшие три года в нашем регионе увеличилось на 40%. С 2020 года многодетные семьи с пятью и более детьми смогут получать субсидию на приобретение транспортного средства. Для матерей из многодетных семей предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предлагаемые сегодня меры поддержки при их утверждении должны быть встроены в единую систему по обеспечению позитивных демографических тенденций в нашем регионе. И для нас это является задачей номер один – стратегической, приоритетной, которая определит будущее развития нашего Тверского региона на долгие годы, десятилетия вперед. Кроме того, к первому сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5000 рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. Комплекс мер по поддержке семей является действительно, ну не побоюсь этого слова, может быть даже революционным в том смысле, что он действительно охватывает весь комплекс мер, который необходим для поддержки семей. Очень важно, что впервые, поскольку все-таки я занимаюсь детскими проблемами, я могу оценить, что есть в других регионах, очень важно, что отошли от привязки к определенному правовому статусу семьи. Например, есть, конечно, меры, которые посвящены многодетным семьям, но тем не менее весь комплекс направлен на поддержку семьи. Помимо этого, в регионе предусмотрены жилищные сертификаты для 142 молодых семей из 30 муниципальных образований области. Большой плюс при взносе покупки другого дома. Но мы хотим не квартиру, а дом обязательно со своим участком, так проще. Свой участок вообще, во-первых, где можно чем-то заниматься, землю, землю получается, картошку сажать также, например, это тоже самое же не будет, извлечение. Важно отметить, что ключевые преобразования в экономике и социальной сфере Верхней Волжи, начатые губернатором Игорем Рудени в 2016 году, совпадают с основными направлениями развития всей страны, национальными проектами, инициированными президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Именно опыт работы Игоря Рудени на федеральном уровне, стратегическое видение губернатором путей развития Тверской области, позволят с 2016 года начать эту комплексную работу, создавая основу для хорошего старта нацпроектов в регионе.